Скажите, что вы ведаете про Владимира Ильича Ленина? Ну, и что он покинул след к истории, как-то докладно. Владимаву он стал рабочий класс, ну, все теории маркетизма, все основные положения. Это было так. Ну, как все, он еще очень был хитрым политикой. Он, да, в политической борьбе не особо отличался принципиальность в политической борьбе. Вспомнился того же Троцкого. Ну, лично, кстати, мне он не симпатичен, как политический действитель, его курс. Я считаю, что вообще революция, которая была в 17-м году, это вообще была большая ошибка. Она отбросила Россию далеко назад. Алина? Я согласна с тобой, Анна. Все мы знаем про Ленина, что это был вождь мировой революции. В частности, Великой Октябрьской революции в то время в царской России. Он стоял во главе государственного переворота в начале 20-го века. Угу. Что мы еще про него знаем? Философ придерживался коммунистических идей. Я считаю, что Ленин... Это может революция? В принципе, все. Спасибо. А вы завтра в Беларуси свято. День революции. В общем, больше не девушек нет. Это такого дня выходного. А у нас есть. На вашу думку, для Беларуси зародил что-нибудь? Мы все знаем, что так я это все сделаю, но потому что у меня нет машины. Ну, безусловно, что-то сделал для Беларуси. Оценивать сейчас это как позитивное или негативное изменение, я думаю, тяжело. Праздник. Почему нет? Для многих людей, которые выросли в Советском Союзе, я думаю, праздник имеет какое-то значение. Лично для меня и для, наверное, моих сверстников, то есть молодого поколения, думаю, что никакого значения не имеет. Но еще один выходной, чёрт побери, всем, я думаю, в плюс только. Хотя, возможно, он и лишний. На комнату завтрашнего свято, то, что это выходный день, меня это задовольняет. Але, ну, ци варта на сегодняшний день аж все еще означать свято, які связаны непосредно с тыми падеями, с революцией Кострышницкой, не ведаю. Может, это уже пройшло для этого часа. Вы готовы прийти на працу, не гляньте ни на что завтра? На вошта. Ну, выказать таким чинам протест или нет? Протест, выказать супрозь этого свято, я не бачу в этом сенсе. Протесты, частей за все, это, ну, большая ступень такая молодая глупства, протесты такого характера. Я люблю. Что-то кепско я разробил, что-то не кепско я разробил. Что-то для помощи. Бо, трошку тут в истории шмат еще сильных пятен. Бо, коги вы ведаете историю, то, коги было повстань, кога, кога постаровали упси заразы. Можем мы другим путем рухаемся. А лишь, припочаясь так, что Россия не дала. Ну, кепско, не кепско, это уже в минулом. Так что, тут так, наверное, я кого не скажу. Ну, тем более, что еще шматчего мы не видели. Шматчего еще лежит в архивах, засекрешено. Ну, если все поначалу это сделать, то еще не извините. Может, еще придется переописывать всю историю. А вот, если вы имели владу, вы прибрали помники Ленина из белорусских городов? А на вот что. А на вот что. Я скажу, что у меня история была. Была революция, и церковь разбирали, и это разбирали. Поглядите, вот, в других краинах. Там помники, чтобы там не нравилось, помники так и оставались. Так что, вернее, это я, вернее, просто не требовал. Ну, может, там где-то налеплено, где-то уездки там где-нибудь, Неком доглядать, сейчас такие хорошие степени все. Ну, так, я не доправил. А я вставывал по Ленину, и вершин достал я Сенину. Продайте мою генерацию, верните ориентацию.